добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим так скажем эксперименты от компании porsche это их первый электромобиль porsche тайкан автомобиль выглядит очень интересно очень современно при этом он сохраняет всю стилистику porsche несмотря на то что машина ну кардинально отличается от своих собратов тех же porsche 911 cayenne cayman и так далее тут у нас все-таки стилистика сохранена но теперь по-новому выражена в этом кузове тайкана во первых хочется начать с фар этой машины потому что они у нас ну как видите другой формы нет привычного круга ли овала кросс как как всегда у нас есть у компании porsche но при этом сохранились такие вот элементы дыха 4 таких вот полоски небольших находящихся в самых крайних углах самой этой фары смотрится опять же в стиле porsche очень интересно то есть по-другому но при этом также оставили все-таки узнаваемые черты своих автомобилей и очень классно что мне больше нравится при части этой машины это воздухозаборники вертикальные которые находятся у нас по краям переднего бампера выделены они у нас черные матовые вставки чтобы создавалась больше объема в этой дали чтобы прям было видно в общем прикольно очень сделано и в общем если посмотреть на переднюю часть машина она достаточно широкая что показывает нам что это не стандартный какой-то городской седан лифтбэк а именно спортивный современный очень классный автомобиль и очень простые формы у нас также продолжаются по всей линии передней части и снизу у нас находится вот такой вот сплиттер который выполнен из черного текстурного пластика матового смотрится очень интересно форму у него на самом деле классная что тоже добавляет спортивного характера этому автомобилю но как по мне это лучше бы смотрелось в черном глянце в принципе не только сплиттер у нас сделан из такого материала также пороги по бокам диффузор на заднем бампере тоже у нас такой вот матовый текстурный и вот такое вот можно покрасить черный глянец у нас будет больше объема на передней части автомобиля он сразу у нас будет более заметным как и диффузору сзади пошли не достаточно сложная интересная форма они прям классно выделяются если они будут покрашены в цвет кузова это будет еще лучше выглядеть все это естественно можно сделать в наших тюнинг-центрах про тюнинг мы делаем все эти работы в лучшем виде как всегда так что обращайтесь еще интересно знать ваше мнение как это будет смотреться все-таки есть открасить это в цвет кузова дать напишите об этом в комментариях переходим на боковую часть машины что она здесь сразу же бросается в глаза это большие колеса оригинальные диски порошей в 21 размере плюс они у нас разноширокие сзади у нас стоят колеса пошире соответственно шина тоже 305 ширина достаточно хорошая и спереди у нас 265 колесо общем машина сделано так чтобы лучше управляться чтобы у нас была лучшая динамика на разгоне плюс ко всему у нас здесь задний привод естественно нужно еще больше зацепа на задней оси что здесь сразу уже завода и выполнена и за этими дисками у нас находится спортивная тормозная система это большой тормозной диск 360 миллиметров на нем у нас стоит мощный суппорт тормозной 6 поршневой спереди и 4 поршневой сзади зале у нас принципе практически такой же тормозной диск 358 миллиметров поэтому машина точно умеет классно тормозить еще учитывая то что это электрокар здесь есть функция рекуперации то есть машина как бы помогает мотором вам подтормаживать при движении что еще лучше сказывается на торможении этой машины переходим далее что у нас видно здесь по дизайн на самом деле мне очень нравится зеркала как они выполнены у нас такая идет ножка с изгибом прям в сторону она у нас тоже черная матовая текстурная крышка зеркало черное глянце она общем зеркало прямо так вот летит в пространстве вперед с очень высокой скоростью очень хорошо выглядит тут же у нас есть такой фальш воздухозаборник как был на всех поршах 911 на кайманах он у нас располагался в задней части автомобиля но так как это четырехдверная четырехдверный такой купе-образный автомобиль лифтбэк я думаю можно назвать то сзади у нас такой элемент уже никуда не впишется поэтому он сделан спереди также сохраняется стилистика porsche вот в этих вот всех мелочах и еще лючок для подзарядки у нас их здесь два с обоих сторон тоже очень удобно что справа что слева с в переднем крыле аккуратно вот так вот он располагается переходим далее что здесь еще видно крыша она так сразу не бросается в глаза но здесь у нас панорамная крыша машины все-таки черная и стекло которое у нас здесь находится на самой крыше она сливается всем этим до крыша у нас полностью здесь стеклянная нет никаких отдельных там вырезов по стеклу чтобы сохранить такую обтекаемую форму автомобиля на дома по дизайну видеть особо даже вопросов нет сделано все на высшем уровне и что классно что у нас здесь даже молдинги оконные тоже матовые они у нас не сливаются совсем кузов автомобиля не глянцевые вот таком исполнении смотрится тоже очень интересно и переходим к задней части этого тайкана что у нас здесь имеется эффектного и красивого 1 задний фонарь который у нас проходит от правого крыла до левого по всей ширине автомобиля у нас здесь единая такая полоса идет и посмотрите на эти элементы как классно он заходит как будто бы внутрь заднего крыла здесь бампер имеет такой агрессивный сгиб общем выглядит очень эффектно плюс еще у нас здесь есть выезжающий спойлер сейчас он находится в открытом положении но не в максимальном потому что машина у нас стоит на месте передвижением будет еще больше выдвигаться создавая большую прижимную силу здесь на помогая вам преодолевать крутые повороты на боль бы большой скорости плюс в фонаре внутри именно у нас установлен логотип porsche и снизу у нас также показывается что это модель тайкан очень интересно сделана кнопка открытия багажника в заднем бампере у нас отдельно она выведена прямо наружу и чуть ниже здесь же мы видим тот самый диффузор про который я и рассказывал смотрится очень эффектно очень классно но если покрасить в цвет кузова будет еще лучше теперь смотрим что у нас находится здесь в багажнике этой машины даун на электроприводе автоматически просто нажимаете кнопку он сам открывается место здесь в принципе достаточно не скажу что это самый большой багажник который когда-либо видел но в принципе все что вам необходимо я думаю точно сюда поместится плюс у нас есть по бокам этого багажника в стенках вот такие вот ниши дополнительные чтобы можно было туда сложить то что вам необходимо чтобы она у нас не летала по багажнику потому что ниши уходят мало того что в бок так еще вниз там такие кармашки прям отдельно образуются тут у нас еще есть зарядка отрекуривателя 12 вольт чтобы могли перевозить с собой технику в багажник и заряжать ее сразу же и в подполе имеется еще дополнительное место чтобы сложить сюда небольшое количество вещей как видите запасного колеса у нас здесь нет ну это в принципе современная тенденция электромобили то что у нас больше места занимает батарея который находится по всему днищу практически поэтому не всегда удается добавить сюда запасное колесо второй багажник у нас находится под капотом так как это электрокар у нас здесь есть дополнительное место понятное дело что объем тут не будет сильно большой на впрочем стандартно как у всех автомобилей что он здесь находится во первых это зарядка в таком вот очень классном кейсе тканевом для этой машины дополнительно тут же сразу видно знак аварийной остановки и казалось бы все но нет потому что у нас еще есть два таких кармашка скрытых в одном из них находится аптечка и во втором на первый взгляд сначала было непонятно что это такое очень похоже на знак аварийной остановки вот такая вот коробочка внутри которой находится инструмент гаечный ключ отвертка ну и сам собственно спец инструмент очень приятно что в таком автомобиле и то есть я думаю что владельцы этих машин наверное никогда не узнают либо точно не будут этим пользоваться но все равно приятно за такой небольшой сувенир с брендом porsche перемещаемся в салон и первые самые каноничные детали всех porsche что выдает и собственно этот автомобиль является часы которые стоят у нас прям по центру салона на парпризе это классические механические часы очень классно сделаны в общем и сразу понимаем куда мы садимся в принципе по салону также что можно сказать очень много хороших материалов дорогих это кожа на сиденьях спереди сзади на центральной консоли на дверных картах у нас идет кожа на парпризе на верхней на нижней части кстати у нас видите салон двухцветный верхняя часть его черная нижняя такого молочного светлого оттенка очень красиво далее на руле у нас кожа на погладкая по центру имеется нулевая метка все-таки это у нас автомобиль который очень близко к спорту и это красный элемент пришел к нам оттуда карбоновая вставка и что мне больше всего нравится это вот вставки из алюминия на самом руле на центральных воздуховодах на боковых тоже они сделаны из такого медного цвета мата вот может быть знаете на бмв у них есть линейка цириум грей где у нас снаружи внутри идут элементов в таком же цвете как раз таки этот очень похож на них ну и смотрится очень классно сочетание со 7 местами в салоне далее на руле у нас выведен отдельный переключатель режимов езды коих тут на самом деле большое количество от обычного экономного спортспорт плюс и так далее плюс ну естественно во всех этих режимах машина у нас может присаживаться чуть опускаться либо подниматься благодаря пневмоподвеска которая здесь установлена очень интересно сделано приборная панель во первых ее форма такие пока ты края у нее тут уходит немножко вниз то есть нет стандартного знаете к у нас под козырьком находится просто какой-то экран либо механические указатели здесь прям вот такой вот целый литой блок так скажем без абсолютно никаких козырьков естественно панель это цифровая у нас здесь показывается вся основная информация скорость тут же можно вывести навигацию круиз-контроль и так далее в общем все что необходимо в дороге плюс у нас слева еще можно отдельно вывести табло которое будет показывать перегрузки которые испытывает автомобиль при разгоне торможение поворотах и так далее но опять же чтобы мы к прям как настоящие спортсмены понимали что происходит данный момент с автомобилем и очень удобно чтоб по бокам приборной панели у нас есть отдельные кнопки это выглядит изначально на первый взгляд как будто бы элементы самого экрана но с ними можем взаимодействовать то есть допустим мы можем опустить либо поднять автомобиль перевести подвеску в режим спорта отключить стабилизацию и так далее а слева у нас находится управление светом далее переходим к экрана мультимедиа их тут два начнем с самого основного это экран который находится по центру которым пользуется водитель здесь у нас что есть но первое что мы видим это навигация к видите у нас здесь все русские карты есть что на самом деле в нынешних реалиях вообще русский язык русские карты уже непривычно становится но это все-таки порошей еще из тех времен когда все было так скажем свободно также меню приложений все что необходимо отсюда у нас можно открыть карплей android авто естественно тут есть и слева кнопки быстрые навигации то есть можно допустим отсюда же открыть карты открыть допустим меню музыки можно подключить телефон сюда и также с него разговаривать здесь есть кнопка быстрого доступа и настройки самого автомобиля то есть настройки езды те же самые эко спорт комфорт и так далее по отдельным узлам то есть двигатель подвеска рулевое управление и так далее понять и посетить машину и поработать с системами помощи то есть разные стабилизации здесь это более расширенно показано далее экран мультимедиа у пассажира визуально он в принципе абсолютно такой же что по размерам что по самому меню у нас также слева кнопки быстро навигации находится но сделано все чуть-чуть поскромнее чем у водителя все-таки это дополнительный экран в котором нет такого функционала как в основном и кстати при включении режима спорт второй экран выключается полностью чтобы максимальная концентрация была не только у водителя но и пассажир получал нужные эмоции при быстрой езде на этой машине но это еще не все экраны потому что еще один находится у нас на центральной консоли он отличает за систему кондиционирования к видите у нас здесь нет никаких переключателей привычных нам кнопок климат-контроля все устроено в этом экране прямо отсюда можно управлять или что очень удобно в отличие от всех этих экранов которыми мы взаимодействуем здесь у нас взаимодействие происходит по-другому в плане нажатии именно то есть здесь нужно немножко посильнее нажимать чем на стандартный сенсорный экран как бы имитируя нажатия на кнопку плюс у нас тут же есть виброотдача почему это классно потому что в дороге постоянно где-то там что-то искать на сенсорном экране смотреть нажали вы куда-то или нет бывает неудобно так вот для этого краска сделана та самая виброотдача что вы за рулем могли спокойно пользоваться климат-контролем далее переходим здесь у нас два подстаканника с тем самым обрамлением кстати в медном цвете матовом и подлокотник не сильно большой но все-таки это у нас не большой там кроссовер вместительное это все-таки больше спорткар здесь у нас очень классно что есть беспроводная зарядка для телефона дополнительный прикуриватель и еще два разъема и избитой все и еще сама панель которая у нас идет центральная консоль точнее она у нас парящая то есть снизу под ней еще есть дополнительное место для хранения ваших вещей в дороге ну теперь про задний ряд который на самом деле оказался больше чем я думал вот я сижу сам за собой сиденье я не двигал специально у меня еще есть место в коленях что очень приятно для такого автомобиля потому что визуально изначально я подумал что я сюда даже не умещусь принципе сидеть можно с комфортом плюс у нас здесь есть подлокотник не сильно широкие на два подстаканника на центральной консоли имеется место для мелких вещей которые будете возить с собой в принципе из удобства заднем ряду у нас все еще хочется добавить что музыкальная система у нас установлена боза это значит что здесь точно будет отличное качество звука так получается что пошли тайкон это автомобиль в котором компания применяет новые технологии электрокаров электромобили но при этом сохраняет все традиционные ценности тоже что все люди любят парше естественно если вам необходим такой же автомобиль либо абсолютно другой даже сам эксклюзивно можете обращаться в наши автосалоны для заказа своей машины мечты не забывайте подписываться на наши телеграм-каналы потому что там мы постим все автомобили которые у нас в пути либо по наличию в наших автосалонах и подписывайтесь на наш youtube канал пишите комментарии ставьте лайки на этот видеоролик 0 0 0 Субтитры сделал DimaTorzok